Только чтобы в разговоре у нас не было плохих слов. Не будет никогда. Сегодня Благовещение Девы Марии. Сегодня в храм идти надо, благодарить Бога. Это начало, головизна праздников считается. Ровно через... Я уже не смогу, у нас все храмы накрыты. Да, ровно через 9 месяцев Христос родится. Рождество, это зачатие Христа, проще сказать. Так. Вот, и поэтому, если человек хочет больше знать, он должен дома иметь вот эту книгу. Она есть. Вот есть. А если человек не знает, не считает Библию. Иоанн Златоуст говорит, не считает, и не знаешь его законы. А если я не читал, вы будете дальше самовы. А дальше, говорит, не знает, и нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь, и все от того, что не считаешь. Вот такая цепочка, брат. Да. Ну и как мне дальше жить? Ну, дальше надо надеяться на Бога. Раз Господь дал жизнь, мы встретились. Зайдите на наш Ютуб. Это сокровище мировое. Ютуб «Во свете Библии» называется. Вот сюда напишите. Запишите. Видите, у меня тут конструкция такая, трудно разбирать. Запишите рукой. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Два слова. А потом запишите «Игнатий Лапкин». Это я. И там откроется. Там 14 700 роликов. Ого. Вот так. Если вы в дальнейшем пожелаете встретиться по скайпу, я с этой фамилией один на весь интернет. «Игнатий Лапкин». И вы на меня выйдете сразу. «И мы строим православную деревню с нуля, где все верующие». «А где? Я готов приехать». Вот. Да ехать не надо. Это разрешение получит. Человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Пять качеств. Тогда первый разговор. «Четыре из них у меня есть». Значит, если один виновен в одном, говорит, виновен во всем. Библия такова. «Я виновен». Так. Вас курево мучает? Да. Я не могу как-то. А не можете. Библия говорит так об этом. Евангелие. «Делающий грех есть раб греха. Если сын вас освободит, истинно свободны будете». То есть, надо молиться Христу, он умер за наши грехи. И если это так, значит, он освободит, поможет. Ну, если я брошу, я могу. Да нет, ничего нету. Это ни к чему не обязывает. Только по отношению самого себя. Я просто сказал, чем занимаемся. К нам попасть, как писали одна, говорит, в отряд космонавтов легче. Ну, я могу надеяться хотя бы. Не можете, если вы не женаты. Должны быть дети. Я женат, у меня двое детей. Вот тогда разговор другой. Чтобы вы не должны бриться. Никак. Ни одной волосинки не трогать на лице. А вы еще подкаблучник. Жена над вами командует. А борода даст власть над нею. Ну, нет, не совсем. Это этикет. Это не этикет. Это блудодейная ересь. Протопопа вакуум назвал. Да зачем на женщину быть похожим? Мужчине бог дал красоту. Бороду. Вся его энергия, как говорят, уже ученые исследуют. А вот интересно. НАТО, НАТО. Уж НАТО такая организация. И стали исследовать. Исследовали где-то они много лет. Вот там спецназ. Одни бородатые, другие нет. Бородатые все до одного вернулись живые. Оружие не заедало. У этих кто оружие заело, то половину потеряли. Даже с научной, с военной стороны. Смотри, Христос с бородой. Апостолы с бородами. Возьмите Достоевский, Лев Толстой какой сидит. Карл Марш, Фридрих Энгельс. Я уже беру даже важнее атеизма. Фидель Кастро. Как этот, адмирал Макаров. Вот борода у него какая. Скажите, с какого момента вы не бились? Ну, я еще на военном билете уже с бородой. Это значит где-то с 61-го года. То есть до этого вы бились? Ну, в армии был я как. В армии был я в то время. Я еще Евангелия не знал. Библию в руках не держал, не видал. А, вы ничего не видели? Я уверовал. Вы пришли? Я уверовал сознательно по Библии, по Евангелию. В 23 года. Вы к этому пришли? Вы уверовали? Да, тогда, но уже тогда, тогда еще в армии я уже бороду не брил. Уже на военном билете я с бородой. И мне это возможно? Ну, я не знаю. Возможность одна. Я желаю. Вот мне операцию делали когда на позвоночнике. Я на тяжелых работах, у меня все раздавлено, там, три грыжи. И говорят, сейчас усыпляют, наркоз дают, как трубка такая закачивают. Ну, вам надо сбрить. Я говорю, нет, тогда операцию отказываюсь. Нет, нет, нет. Все сделали. А ты как поведешь себя? Мне вот операцию сделали. Пришли утром, принесли манной каши. Я говорю, сейчас пост. Есть нельзя перед Рождеством. Да все, вам отдельно готовить. А я не прошу. А как вы будете? Да тут пять дней осталось, я без еды проживу. Пять дней без еды. Как они там забегали? Тут же сварили, что надо, принесли. Вы так и не ответили на мой вопрос. Что? Я могу по вам попасть? Я говорю, что сегодня разговора никакого нет. Но вы должны знать, какие качества. И тогда вы все ознакомитесь. Мы человека знакомим с правилом, с уставом. Жена ваша согласна ли всегда быть в платке? Вы еще ничего не знаете? Согласна. Она и так видна. А я ее не вижу. Вы покажите жену и детей. Это шанс. Сразу. Если вы зайдете по скайпу, я, Игнатий Лапкин, говорю один. И мы дальше поговорим. Будут жена, дети, покажете документы. Мы должны проверить, чтобы не было ошибки. Хорошо. Потому что это не просто так. У нас строгая дисциплина. В храм ходим. Мы все православные. Брат у меня священник. Там же в деревне. Вот если вы зарядите, на наш зайдете YouTube. Слово «метрополит» зарядите, увидите. 3 февраля у нас тут было богослужение. У нас. В нашем храме. И был митрополит алтайский. Брата моего награждают. Он 40 лет ему было. Ровно 40 лет, как он священником стал. Да. Вы в каком городе живете? Тула. Тула? Да. О! Тула. Там у нас близкие знакомы. Мы не один раз там были. Очень неблагополучная епархия. Ну, я же не выбирал. А так, так вы, если вы в Туле, там познакомьтесь. Священник один есть. Иван, Иоанн зовут. Иван Суворов. Запомнить легко. У него отдельно храм он построил. Сейчас я не знаю, где там. Там помог Сокол, фамилия его. Иоанн Суворов. И он близко к нам знакомый. У нас не раз приезжал. С ним держите связь. А, через него можно. Да вы в любой храм зайдите и скажите, где Иоанн Суворов? Запишите, а то забудете. Иоанн Суворов. В город Тула. Прямо в городе живет. Я на телефон вообще запишу. У меня бумажки нет. Ну, ладно. Плохо, что нет бумажки. Бумага должна стопкой лежать рядом. И 10 трущик. Сейчас же все... И вы тоже вышли через компьютер. Сейчас же все... Технологии. Так. Если, я говорю, будет желание дальше увидеть, по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин. И сразу внизу напомните, что мы с вами говорили здесь. И там дальше... Пока я вам ничего не сказал насчет там переселяться и все. Но вот такие правила у нас все ходят в храм. У меня два детей. Вообще я прохожу. Он говорит, что я подхожу. Что? Он говорит, подхожу я, а нет. Ну, так-то, конечно, сам себе дом построишь? Конечно. Вопросом-то... Если у вас есть родственники, чтобы приезжать, которые будут, были не курящие. Ну, мне надо тут справиться. Мы одна деревня на всю страну, которые такие правила, православная деревня. Со строгим... Написано восстановление на старинных, благочестивых, русских обычаях христианских. Это прямо в отделе юстиции... Это не подходит. Ну, это все подходит, если вы будете так. С сегодняшнего дня бороду уже не трогайте. Хорошо, я больше не буду. Все. И тогда зайдете, будет видно, что с вами можно разговаривать. И вам разрешено будет приехать по знакомству уже в этом году. Если все будете выполнять. Ну, хотя бы в конце лета или когда? Нет, надо в начале. Что нужно, чтобы посадить. Все свое росло. И не просто так. Мы все заботимся. Я знаю, по ссылочке пройду и... Вот. А вы к Иоанну Суворову пойдете и скажите, батюшка, мне разрешили поехать в Потеряевку. Поехали вместе. И он может с вами поехать. Вот вам будет уже... Вот сейчас идет пост великий. Соблюдайте пост. Я не совсем знаю, как этот пост... Ну, а там знаете. Вот вы сейчас зайдите во свете Библии. И не YouTube, а сайт. Сайт. Зарейте слово сайт. И вы зайдете на сайт. И когда зайдете, там мои книги. У меня 38 книг вышло из печати. Моих. И там первое стоит к истинному православию. К истинному православию. Вы в него ткнете, оглавление пойдет. Там написано о посте. Ткнете, и вам все там будет есть. Продукты прям. Там все есть. Материалы самые полные. Каких вы в интернете даже не найдете. Все понятно. У нас капитально все материалы. О, пришел, Володя. А он пришел. Надо отнести его туда, на Голубятню. Все, я пройду. Так, сейчас. У нас, да, с Богом. С Богом. С Богом.